Первая я подала паспорт, первая подошла к окошку и спросили, где я живу, в общем, куда ездила, чем занимается муж. Я сказала, что муж под следствием, и после этого меня увели на допрос. Девушка очень много спрашивала, куда вы ездили, зачем вы ездили, как же вы такие мамы оставили детей. В этот момент она кому-то звонила, кого-то вызывала, и в итоге приехал большой автозак с солдатами в военной форме, и приехал какой-то человек в гражданском, он был, молодой парень, и когда мы стали спрашивать, он сказал, я сотрудник ФСБ, когда мы стали у него просить документы, кто он, чтобы он представился, он нам не представился. Он нагонял страх, да, вот что если... Вы лжете, вы врете. Да, 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 если я не буду молчать, то тут будет физическая сила. Вот была очень такая унизительная ситуация, они завели нас в отдельную комнату, каждую по отдельности, и проводили личный досмотр, ну, раздевали нас. Когда они проводили допрос, я сказала, я без адвоката с вами говорить не буду, и вообще, и на основе 51-й статьи я вообще не собираюсь с вами говорить. Он начал оказывать на меня давление, записал номера родителей, говорит, сейчас вот я тебе, папу твоего вызову, и будем рядом с родственниками разговаривать. Вопросы были подобные, спрашивали о муже, носит он бороду, нет, собирался он в Сирию или нет, связан ли он с ИГИЛ, нет. А ты собиралась в ИГИЛ, а ты знаешь, что такое ИГИЛ, читала ли что-то ты, а у тебя, я думаю, есть экстремистская какая-либо литература. И при выходе, когда мы говорили про следователей, которые сопровождали нас, сотрудники, они сказали, какие следователи, тут никого не было, в каком году это было? Единственное, сказали, что идет дополнительная проверка, что с ними все прекрасно, они чувствуют себя очень хорошо, и они находятся здесь добровольно. На что я начал возражать и говорить, что более 4 часов человек не может здесь находиться добровольно, и любая проверка должна проходить на границе в течение 15-20 минут, на что у них нечего было ответить. Также я сказал, что человек, который находится здесь добровольно, ему не вызывают два раза скорую, а девушкам вызывали два раза скорую, соответственно, им было плохо. Я начал говорить, что, скорее всего, к ним применяются какие-то пытки, воздействия психологические, раз им понадобилась скорая помощь. Меня начали убеждать, что нет-нет, все нормально у них, все спокойно. Я сказал, что я так просто отсюда не уйду, поэтому либо покажите мне и вообще разрешите мне осуществлять свою деятельность, не препятствуйте адвокатской деятельности.